Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Ну вот, довольно тревожное известие о состоянии здоровья Николая Баскова поступает уже несколько дней. Сегодня стало известно, как его представитель Марина Наумова рассказала о том, что, значит, якобы он перенес операцию на связках. Правда, непонятно, от чего он так распух. И на видео видно, как ему помогали спускаться с мероприятия Ёлка, Муз-ТВ. Он был в маске. Может ли это быть от просто связок, операция, значит, на связках, не знаю. И вот только что я прочитал, чувствуешь, что ты ближе к земле. Певец Николай Басков сделал признание о своем здоровье. Согласись, очень тревожно. Чувствуешь, что ты ближе к земле. Значит, вот что пишут. В последнее время о здоровье Николая Баскова поступает много противоречивой информации. В сети появилось видео, где артист хромает, прячет лицо под капюшоном и маской. Также артист появился на новогодние песни года. Известно, что Басков попросил назначить ему съемку ближе к полуночи, когда на площадке не было журналистов. Но информация все же просочилась в СМИ. Тогда Николай Басков решил сам рассказать о своем здоровье. Значит, вот что он сказал. Я шел к вам с трудом. Хотел бы прежде всего извиниться, что я хромаю. Наша российская пресса любит навешать на человека столько сразу, что ты уже чувствуешь, что ты ближе к земле. Говорит Басков. Ну, юмор юмором, но тем не менее. На концерте Басков исполнил два хита, но передвигаться по сцене и спускаться в зал к зрителям не стал. У меня всего лишь были проблемы со связками на ноге, говорит Басков. Российские доктора сделали прекрасную работу, а голосовые связки у меня в целости и сохранности. Значит, пишут, уйти за кулисы артисту никто не помогал, он ушел самостоятельно. Зачем-то, правда, гасили свет, когда он выходил и уходил. По некоторым данным, артист не успел пройти полную реабилитацию после операции. И началась пора новогодних съемок, которые Басков решил не пропускать. Вы знаете, как бы он не пытался в юмор перевести, что российская пресса навешивает столько всего, что ты чувствуешь, что ты уже ближе к земле. Тем не менее, все эти вещи, как я уже говорил, связаны с тем, что не прошел реабилитацию до конца. Наступил, так сказать, предновогодний час, деньги надо заработать. Понимаете, вот как раз вот эти все операции на связках, на все, не знаю, что там у него. Кто-то пишет, вены там, после ковидла вот это все страдает. Но вопрос заключается в том, что нужно проходить до конца все это, доделывать. Потому что он пришел, переезд, это все сказывается на здоровье, это все снижает иммунитет. Сейчас все это ходит, зараза эти все, которые там, волосы выпадают, то толстеешь, то худеешь, то еще что-то. Страшные вот эти какие-то пошли болезни. Раньше было, отболел там и все. Сейчас будешь потом мучиться год, как минимум, от этого всего. Сил нет. Поэтому нужно крайне осторожным быть. И как бы он, так сказать, не иронизировал в этом смысле, давать нагрузку на организм после операции, не пройдя реабилитацию до конца, очень опасно, очень опасно. Никаких денег это не стоит абсолютно. Я бы, конечно, рекомендовал, я не думаю, что ко мне кто-то прислушается в данном случае, в честность Николай Басков, но просто я думаю, что и вы тоже порекомендовали бы все-таки долечиться до конца, а потом зарабатывать деньги. Друзья, что думаете на все еще? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Для поддержки канала, кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна Новости. Там новости в формате 24 на 7 и, значит, мои ролики на социальные и политические темы. Друзья, здесь на YouTube есть канал, он тоже называется Будда Гришна Новости, он резервный, запасной, подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok